МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он из тех, кто говорит без оглядки на других. В 2008-м он пытался покорить Америку, проиграл выборы Бараку Абами, но сохранил позиции на вершине политического олимпа США. Наш гость сегодня – сенатор-республиканец Джон Маккейн. Мы встретились с ним здесь, в канадском Галифаксе, в рамках Международного форума по проблемам безопасности. Сенатор, большое спасибо за участие в программе «Глобальный разговор». Европейцам очень запомнилось ваше участие в президентской гонке 2008-го. Сегодня, по прошествии шести лет, как вы оцениваете тот проект? Он вам помог или, наоборот, стал препятствием? Думаю, мне участие в выборах много дало. Должен признаться, что в решающий вечер выборов я и предположить не мог, как разительно изменится мир вокруг нас за какие-нибудь шесть лет, что мы получим такое ухудшение климатобезопасности и ослабление американского влияния в мире. Мы попросили наших зрителей присылать нам вопросы. Самый частый звучит так. Вы будете снова баллотироваться в президенты? Нет. Точно? Думаю, одного урока от избирателей мне хватит. В рядах республиканцев не так много активных лидеров. Но если я все же попрошу вас выбрать трех возможных претендентов на участие в выборах, кого вы назовете? Я не хочу высказываться в поддержку кого бы то ни было, пока не пойму, какую избирательную кампанию собирается проводить человек. Если вам нужны имена, то я считаю весьма вероятным кандидатом губернатора Флориды Джеба Буша. Еще два имени. Это мой близкий друг Линдси Грэм, один из авторитетнейших специалистов по национальной безопасности Америки, и Марк Рубио из Флориды. Впечатляющая, восходящая звезда. Какие главные вопросы будут вынесены в предвыборную повестку дня? Полгода назад мы говорили бы об экономике, об энергетических проблемах, о здравоохранении. Эти вопросы никуда не делись. Но сегодня на первый план вышли проблемы национальной безопасности и внешней политики. Я думаю, что деятельность мусульманских экстремистов в движении «Исламское государство» будет оставаться актуальным вопросом еще некоторое время. И так, суммируя, национальная безопасность США и внешняя политика войдут в тройку важнейших пунктов предвыборной кампании. Так, смотрите, какой вопрос мы получили для вас. Вы, сенатор, по-прежнему грезите Белым домом? Мечтаю ли я о Белом доме? Лучшие лекарства для проигравшего как можно больше работы. В 2008-м, после выборов, я вернулся в Сенат и загрузил себя по максимуму. То, что меня выдвинули кандидатом в президенты, явно не входило в планы моих преподавателей военно-морской академии, которую я в свое время закончил в пятерке худших. Что касается выбора кандидата в вице-президенты, вы в 2008-м шли вместе с Сарой Пейлин. Это ваш выбор? Она заряжала нас энергией, она обеспечивала рост наших рейтингов. Сара стала объектом многочисленных нападок и критики со стороны левых либералов, да и с других флангов тоже. Честно говоря, атака в адрес Сары стала самой несправедливой из когда-либо мною увиденных в политике. Сегодня в Вашингтоне очень напряженная, недобрая атмосфера. Особенно эти настроения усилились на фоне решения Барака Обамы по иммиграционной реформе. По-вашему, ситуация будет ухудшаться и дальше? Если да, то насколько? Конечно, ситуация напряженная, но республиканцы должны понимать, что мы не можем действовать по схеме око-за-око с президентом Обамой. У нас сегодня большинство в обеих палатах Конгресса нам нужно показать Америке, что мы можем реально управлять. При этом нам ни к чему становиться партии нет. Американцам нужна партия, которая и да говорит тоже. Мы получили вопрос от нашего зрителя. Он спрашивает, при каких условиях Вы согласились бы поддержать шатдаун? Ни при каких. Я не вижу обстоятельств, которые могли бы оправдать еще один шатдаун. Остановку работы чиновников и госучреждений. Я и в прошлый раз выступал против этой меры. Однако некоторые республиканцы за? Но они не в большинстве. Руководство партии однозначно заявило, что шатдауна не будет. В прошлый раз из-за шатдауна 60 тысяч гостей Америки, в том числе и европейцы, не смогли посетить наши национальные парки и Большой каньон в Аризоне. Итоги промежуточных выборов показывают, что Вы очень-очень близки к тому, чтобы занять должность председателя комитета по вооруженным силам в Сенате. То есть Вы будете во многом определять внешнеполитический вектор. Каковы Ваши приоритеты в этой сфере? Прежде всего, мы должны положить конец так называемому секвестированию, автоматическим сокращением бюджета на оборону. Мы уничтожаем этим нашу армию. Я слышал это от многих армейских начальников, так что это не лично мое наблюдение. В моих приоритетах также восстановление лидерства Америки в мире. Мы должны проводить авторитетную политику и, в частности, донести до Владимира Путина, что он не может просто так передвигаться в Европе. Мы также должны положить конец движению исламское государство. Однако пока у Обамы нет четкой стратегии на этот счет. Нам предстоит много потрудиться, чтобы выработать ее и сначала ослабить, а затем и уничтожить группировку. Мы еще поговорим об этом подробнее. А что Вы скажете о Ваших критиках, называющих Вас, к примеру, ястребом? Я не ошибаюсь, что бывший президент Джимми Картер назвал Вас разжигателем войны. Что Вы на это скажете? Я говорю, уточните, когда я был неправ. Но Вы были за войну в Ираке? Я говорил, что если мы не оставим в Ираке контингент, мы проиграем. Я говорил, если не противостоять Владимиру Путину на Украине, не поддержать украинцев, то он продолжит свое движение к югу и укрепит контроль над востоком страны. Каждый раз я оказывался прав, а мои оппоненты нет. Война в Ираке в 2003-м была... Когда мы голосовали по иракской кампании, госсекретарь США выступил перед Советом национальной безопасности ООН и в Конгрессе с заявлением, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения. Я поверил этой информации. Более того, я сказал, что тогдашний президент Буш должен уволить главу Пентагона, чья стратегия в Ираке не оправдала себя. Я сказал, что мы должны послать в Ирак дополнительный контингент. Это было сделано, и ситуация стабилизировалась. Бывшие министры обороны, Панетта и Гейтс, а также Райан Крокер считали, что мы могли оставить в Ираке своих людей. Президент же хотел, чтобы американцы ушли из страны. Это была его позиция. Но этого не хотела иракская сторона. Да, иракцы хотели, чтобы наш контингент остался. Я был с Али Малеке в его офисе, когда он сказал, да, мы оставим здесь контингент. Сколько солдат? Мы ему даже не сказали, сколько человек можем оставить, и какова цель миссии. Еще раз повторю, вы можете интерпретировать это как угодно, но три самых надежных человека Америки, Райан Крокер, Леон Панетта и Боб Гейтс, все трое сказали, что мы могли оставить наш контингент в Ираке. Могли. Если вы не хотите верить, дело ваше. Я предсказывал тогда, чем это закончится, и сегодня я говорю, если мы не оставим контингент в Афганистане, мы получим то же, что и в Ираке. Сегодня группировка «Исламское государство» контролирует самую обширную, богатую и важную территорию, когда-либо переходившую в руки террористов. А у нас нет военной стратегии. А ваша стратегия – это послать в регион контингент и начать там военную операцию? Нет. Нужно обеспечить курдских бойцов Пешмерга оружием, закрыть небо над Сирией, вооружить и экипировать свободную сирийскую армию. Необходимо пристально и контролировать ситуацию с воздуха. Необходимо активнее вести удары по позициям джихадистов. К сегодняшнему дню поддержка с воздуха недостаточная. Хорошо, есть военные вопросы, а есть идеологи. Вы участвуете еще и в идеологическом конфликте. Тем временем авторитет движения «Исламское государство» растет. Начни вы сегодня военную кампанию, вполне возможно, их ряды пополнились бы. Как вы можете бороться с их идеологией? Мы уже боремся. Когда мы послали в Ирак новые контингенты, стабилизировали там ситуацию, никакого движения «Исламское государство» в регионе не было, а были остатки Аль-Каида. И вот тогда мы сказали, что риск формирования «Исламского государства» велик. Сегодня президент и другие люди могут удивляться, но ведь мы и говорили об этом, и предупреждали, что это произойдет именно так. Так что да, мы должны одержать в регионе военную победу, занимаясь параллельным множеством других вопросов. Экономика, политика, идеология. В этих областях должны быть приняты окончательные решения. Но сначала нужно разбить движение «Исламское государство». И тогда молодые перестанут ехать туда, чтобы примкнуть к джихаду? Конечно, перестанут, если будут уверены, что там их ждет смерть. Пока молодых удается завлечь победами, им хочется быть с теми, кто может. Мы уже кратко упомянули о ситуации на Украине. Давайте поговорим об этом подробнее. Вы сказали, что украинскую армию нужно снабжать оружием. Это не слишком рискованно? Мы не знаем, как отреагирует президент Владимир Путин. А что, если будет война? Что сегодня делает Владимир Путин? Они взяли Крым, укрепили позиции в Восточной Украине, в последние пару недель перебросили туда больше танков и вооружений, уничтожили более 4 тысяч украинских солдат. И вы не хотите провоцировать Владимира Путина? Это безумие. Вы боитесь о провоцировании Владимира Путина? Вы виноват? Посмотрите, что они делают. Путин одерживает победу. Впервые с окончания Второй мировой войны в Европе идет раздел государства, а мы не хотим дать им оружие, чтобы защититься. Послушайте, те 300 тысяч человек, которых я видел на Майдане, на морозе, так вот, они не хотят становиться частью России. Они не хотят раздела их страны, и они заслуживают нашей помощи в виде поставок оружия. Нам не стоит волноваться, не спровоцируем ли мы Владимира Путина. Вас не беспокоит перспектива войны с Россией? Насколько я могу судить, такой войны никогда не будет. То есть я не могу представить сценария, при котором это случилось бы. Однако было бы правильно, если бы люди, в чью страну вторгаются, имели оружие для защиты. Это в традициях Америки помогать людям, которые борются с агрессорами. Может быть, лично вам это не близко, но это традиция США. Мы получили еще один вопрос. Если отбросить политику в сторону, что вы лично думаете о Владимире Путине? Я принимаю его за того, кем он является. Речь идет о бывшем аппаратчике системы КГБ, человеке, мечтающем восстановить Российскую империю, использующем выражение «Новороссия». Тут двух мнений быть не может. Кстати, я попал в список людей, против которых он ввел санкции, и горжусь этим. Так что вот, кем он является. Почему вы думаете, что он сложнее, чем кажется? А вот Джордж Буш сказал, что заглянул в душу Владимиру Путину. Цитирую, я заглянул ему в глаза и понял, что могу ему верить. А знаете, что я тогда сказал? Я заглянул ему в глаза и увидел три буквы. К-Г-Б. Что вы думаете о санкциях и о роли ЕС? Я думаю, что санкции — это правильно. Я представляю себя на месте Владимира Путина. Вот он размышляет. У нас есть Крым, Восточная Украина. Мы нагнали страху на восточноевропейские страны. И за все это я плачу столь немного? Неплохо, неплохо. Самой главной проблемой Владимира Путина является цена на нефть. Но это не связано с санкциями. Санкции были излишне мягкими. Европейцы и не могут сделать ничего стоящего, пока они зависят от поставок российских энергоносителей. Вы представили эти санкции как шутовство. Вы и правда так думаете? Разумеется. Пусть мне покажут, в чем состоят эти санкции. А каких шагов от них вы бы ждали? Что бы вы сказали европейским лидерам? Я бы хотел, чтобы европейские страны, особенно члены НАТО, поддержали Украину оружием для защиты от российской агрессии. Сейчас он взял под контроль восточную Украину. На днях перебросил туда танки и вооружение. Он собирается взять Мариуполь, чтобы иметь сухопутный выход к Крыму. Затем он прикинет, какую цену ему придется заплатить, чтобы дойти до Молдавии. Это сценарий старой холодной войны. То есть вы считаете, что цель его игры — восстановить властные рычаги на пространстве бывшего восточноевропейского блока? Он Российскую империю хочет восстановить. В его глазах это не блока, а территория Российской империи. Новороссия — вот что он говорит. Почему мы не верим ему? Давайте кратко поговорим о других горячих точках мира. Начнем с ситуации в палестинской автономии. Сколько поколений американской администрации пытались восстановить там мирный процесс? Почему это не удается? Думаю, что причин много. Частично, я полагаю, все упирается в то, что конфликт выходит за формат чисто палестино-израильских взаимоотношений. Посмотрите на движение «Исламское государство», на мусульманских экстремистов. Их настроения влияют и на палестинцев тоже. Думаю, что проблема в том, что Хамас по-прежнему в секторе Газа, и что они привержены идее разрушения Израиля. Время от времени там вспыхивает насилие, и скажите спасибо израильскому комплексу про железный купол, иначе в Израиле было бы намного больше жертв. Я думаю, обе стороны несут ответственность за насилие. Это сложно. Но у нас нет оснований перестать пытаться наладить там ситуацию. Палестинское государство, некоторые европейские страны признают его. Ваше мнение по этому поводу? Разумеется, что политика США такой никогда не будет. Давайте кратко поговорим об Иране. Мы получили вопрос от телезрителя. Он спрашивает, цитирую, знают ли американские политики, какое давление они оказывают на иранский народ? Благодарю за прямой и честный ответ. Я обычно и стараюсь отвечать честно. У иранцев за спиной долгая история мошенничества, укрывания своих ядерных мощностей. Они продолжают разработку боеголовок и ракет для ядерного оружия. Мы стоим на пороге очень неприятной истории. Иран дестабилизирует Йемен, они поставляют оружие и мотивируют активистов Хизбаллах. Это они послали Хизбаллах в Сирию для убийства граждан. Они ответственны за организацию нападений на объекты США вплоть до миноносца USS Cole. Они пытаются расширить свое влияние в регионе в целом, к примеру, в Бахрейне. Наша миссия не в том, чтобы отсрочить эти процессы, нет. Наша задача — не дать им закупать и разрабатывать ядерное оружие и материалы. Но мне вся эта история очень не нравится. Политика требует огромной выносливости. Вы пять с половиной лет во время Вьетнамской войны провели в плену в тюрьме. Тот опыт вам помогает сегодня в трудных ситуациях, к примеру, в Сенате? Я помню то время. Да, я помню тысячи примеров храбрости и доброты, которые я наблюдал во взаимоотношениях между пленными. Я смотрю в собственное прошлое и вижу, что годы заключения были одними из важнейших в моей жизни. Люди, которых я ближе всего знаю и люблю именно из того времени, когда я имел счастье или несчастье служить в армии. Я был кадровым военным, и подобный риск сопряжен с профессией. Наше время истекает. Давайте завершим разговор вопросом, полученным через социальные сети. Это философский вопрос. Итак, существует ли американская мечта сегодня, в 2014-м, и как бы вы определили ее? Думаю, да, американская мечта существует. И я уверен, что мы станем независимы энергетически, создадим рабочие места в производстве, восстановим экономику. Для реализации этой мечты нужно немало патриотических чувств. И сегодня в Америке на лидерские позиции выходит новое поколение совершенно удивительных людей. Так что, в целом, я оптимистичен в отношении роли Соединенных Штатов в мире. Что меня беспокоит, так это число жертв сирийского конфликта. 200 тысяч человек убитыми и прямо на наших глазах. Сэнстер Макейна, спасибо с нами. Спасибо. Сюрнеги.